МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире на Вуральской обещательной кампании информационная программа «Объектив». О последних событиях расскажем в этом выпуске новостей. Коротко о главном. Свердловская область является лидером среди регионов России и Уральского федерального округа по поддержке некоммерческих организаций. В области свыше 6 тысяч таких организаций. Одна из них – благое дело, отмечающее в этом году 10-летний юбилей. Театр музыки, драмы и комедии встретит зрителей в новом сезоне преобразившимся. Здесь идут масштабные реставрационные работы. Вышел пьяный из гостей и сел за руль, но не автомобиля, а детского велосипеда. В новоуральске мужчина в состоянии алкогольного опьянения украл у девочки велосипед. Злоумышленника буквально за руку поймал отец ребенка. Летняя оздоровительная кампания подходит к концу. Территориальная организация профсоюза подводит первые итоги. Именно через терком тысячи новоуральских родителей приобретали путевки для своих детей. Свердловская область является лидером среди регионов России и Уральского федерального округа по поддержке некоммерческих организаций. На поддержку третьего сектора экономики регион в 2014 году направил 737 миллионов рублей. Такие данные были представлены Общественной палатой Российской Федерации на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смысла». В Свердловской области работают свыше 6000 некоммерческих организаций. Они помогают решать проблемы ветеранов, детей-сирот, активно участвуют в развитии гражданского общества, в продвижении здорового образа жизни и массового спорта. Средства на реализацию этих задач привлекаются как за счет бюджетов различных уровней, так и в небюджетных источниках. В 2015 году некоммерческие организации продолжили реализацию проектов, посвященных 70-летию Победы. Кроме того, ряд проектов общественники посвятили Всемирному конгрессу особых людей, который пройдет в Екатеринбурге в 2017 году. Организации «Белая трость», «Окно в мир», «Благое дело» последнее располагается в поселке Верхневенский, и «Союз добровольцев России» организуют мероприятия, направленные на развитие людей с ограниченными возможностями здоровья, как в Свердловской области, так и по всей России. К слову, в этом году некоммерческой организации «Благое дело» исполняется 10 лет. В честь этого события планируются масштабные юбилейные мероприятия. Участие в них примут не только воспитанники и педагоги «Благого дела», но и социальные партнеры организации – представители Министерства социальной политики Свердловской области. На юбилейные мероприятия также приглашены гости из-за рубежа, которые не первый год сотрудничают с «Благим делом». Основа внутренней структуры организации – это педагогическая коллегия. Работа здесь ведется по нескольким основным направлениям. Социально-педагогическая реабилитация, образование через освоение ремесел, социализация в коллективе, временные трудовые места, а также производственная реабилитация и трудоустройство. Все 10 лет руководит «Благим делом» Вера Симакова, которая умело выстраивает отношения на самых высоких уровнях власти, умеет решать непростые вопросы финансирования и развития организации. Новоуральский театр музыки, драмы и комедии преображается как снаружи, так и внутри. Уже осенью зрителей встретит отреставрированный паркет в холле второго и третьего этажей. Что еще изменится в театре в новом юбилейном сезоне, узнал Никита Евсеев. Помимо реконструкции паркета, установлены новые пластиковые окна. Проведен ремонт кровли и чердачных помещений. В этом году в рамках выделенной субсидии нам удалось, во-первых, впервые за много лет отремонтировать. И сейчас мы занимаемся ремонтом нашего паркета. Фойе второго и третьего этажа – это, наверное, один из самых знаковых объектов, потому что здесь мы встречаем наших зрителей, наших посетителей. И, собственно говоря, паркет не ремонтировался уже с начала 90-х годов. И вот сегодня как раз идут активные работы по его реставрации. И к концу августа, я думаю, что мы получим уже обновленное красивое фойе. Это позволит нам, ну скажем, улучшить несколько свой внешний вид. Ну а кроме того, еще в этом году было проведено тоже несколько таких ремонтных работ текущих. Это внутри уже здания. Прежде всего мы отремонтировали наши чердачные помещения. Мы отремонтировали. Выделенная субсидия на ремонтные работы составила 2 миллиона рублей. Но в ходе проведенных торгов часть денег удалось сэкономить. На эту сумму заменят большие центральные окна. Также, пока труппа театра находится в отпуске, отремонтировали рабочие цеха. К ним были претензии со стороны надзорных органов. Но сейчас все нарекания устранены. Расширен проход, установлены огнеупорные двери. Положительную оценку общему состоянию здания дали приглашенные специалисты. Кроме того, мы в этом году провели комплексное обследование здания, что тоже для нас является такой некой отправной точкой. Потому что, ну собственно говоря, пока мы не изучили состояние технических и инженерных сетей театра, это не позволяло нам в полной мере понимать, в каком направлении дальше двигаться. Сегодня эта работа уже на стадии завершения находится. По аукциону выиграла ее тюменская компания, которая имеет тоже богатый опыт работы по проведению подобных работ. Значит, можно отметить, что здание было сделано действительно на совесть. И тот капитальный ремонт, который был последний раз в 1974 году, отметили инженеры, геодезисты, что было сделано все, конечно, очень советским качеством и таким, знаете, размахом. Стоит отметить, что Общественный совет по оценке качества предоставления услуг учреждениями культуры поднял вопрос о реставрации паркета в холлах театра. Это можно смело назвать отличным примером влияния общественности на имеющиеся в городе проблемы. Ремонт паркета – это, собственно говоря, плоды той совместной работы, которую мы сегодня с общественностью города проводим. В результате проведенного обследования весной этого года, рекомендации были направлены в администрацию города. Глава администрации принял такое решение, что необходимо все-таки реставрацию паркета провести. Тем более впереди у театра 65-й юбилейный театральный сезон, а в следующем году, 1 ноября, мы отмечаем 65 лет, то есть все-таки уже серьезный юбилей солидный, и поэтому мы должны встретить его, скажем, во всей оружии в обновленном таком здании, в обновленном интерьере. Уже осенью пройдет открытие нового юбилейного сезона, и новоуральский зритель увидит все преображения нашего театра. А эту пятницу, 14 августа, здесь выступит государственный ансамбль народного танца «Ингушетия». Никита Евсеев, Антон Пылаев, Новоуральская вещательная компания. Лето подходит к концу, скоро наступит новый учебный год. Уральская погода особо не радовала, но у многих новоуральских детей осталась масса впечатлений от самых длинных школьных каникул. Многие родители отправляли своих дочерей и сыновей на отдых в оздоровительные лагеря и центры. Большую роль в организации детского досуга и предоставлении путевок сыграл Терком. О первых итогах кампании расскажет Светлана Тюменцева, председатель территориального комитета профсоюза Новоуральска. Мы удовлетворены тем, что нам удалось. Территориальному комитету было поручено, первое, прием заявлений от родителей в оздоровительный центр «Самоцветы». Далее, прием заявлений, организация, отправка детей в санаторий «Чайка» города Евпатории. 150 детей мы туда направляли. И мы отправляли 15 детей из социально незащищенных семей в санаторий «Дальняя дача» – это Челябинская область. Надо сказать, что в целом родители наши городские побеспокоились об организации отдыха своих детей. Заявление практически мы до 1 мая набрали полностью на оздоровительный центр «Самоцветы». Надо сказать, что желающих было больше, чем могли бы мы предоставить путевок. Но потом мы смогли отрегулировать. Были предложения в лагерь пришкольный. Значит, далее, ну, кто-то из родителей уже в своих семейных делах сориентировался на другой отдых. И в течение всего летнего периода мы смогли предоставить путевки всем желающим родителям. Единственное, может быть, когда дети приехали из лагеря «Самоцветы», ну, вот, условно говоря, вторую смену, первую смену, и пожелали еще на один заезд, вот тут, может быть, мы не смогли всех детей удовлетворить. Но, во всяком случае, впечатления родителей, впечатления самих детей об организации отдыха в оздоровительном центре «Самоцветы» самые благоприятные, самые хорошие. Что касается санаторий «Чайка», детский клинический санаторий «Чайка», Крыма, это Евпатория. Вы знаете, мы работаем с ними не первый год, но надо сказать, что в этом году отдых для детей был организован самым благоприятным образом. Поэтому пожелание только одно – работать и дальше продолжать. Работать с этим санаторием, детским санаторием. Значит, средства на приобретение путевок были выделены из бюджета Новоуральского городского округа. 3 миллиона 345 тысяч на организацию отдыха в санатории «Чайка» и в дальних дачах. Значит, стоимость путевки была 27 тысяч 500 рублей. Родители платили 9 тысяч, 18 тысяч 500 мы затратили за счет средств городского бюджета. Также родители оплачивали перелет. Мы надеемся, что и на будущий год город сможет предусмотреть средства финансовые, несмотря на кризис. То, что мы потратили на оздоровление детей в Южном санатории, обязательно вернется к нам с Турицей, потому что дети не должны болеть в течение всего зимнего периода. Хочу обратить внимание родителей на взаимодействие с детской поликлиникой по детским путевкам Федерального медико-биологического агентства. Круглогодичный отдых организован для детей в санаториях ФМБА. У нас их достаточно много. И надо сказать, что в этом году глава города обратился в Федеральное медико-биологическое агентство к руководителю о том, что необходимо организовывать отдых детей в лечебных наших учреждениях в санатории ФМБА. Там одна особенность. Там выделяются путевки бесплатно за счет федеральных средств. Поэтому родителям необходимо обратиться в зависимости от заболевания ребенка или профилактические меры, обратиться в детскую поликлинику. И там им дана будет полная рекомендация, куда, в какие санатории в течение всего периода. У них круглогодичный отдых и лечение. Очень хорошие санатории наши, ФМБА. Там была отличительная особенность какая, что направлялись только дети, работники, работающие в особо опасных и вредных условиях. Так вот, последнее письмо, которое было нам направлено из ФМБА, они будут принимать всех детей, независимо от того, где работают родители. В городе участились велосипедные кражи. Сотрудники полиции в очередной раз призывают новоуральцев не оставлять свои велосипеды без присмотра. Ни подъезд, ни территория возле магазина не обеспечивает гарантию сохранности двухколесного транспортного средства, даже если велосипед пристегнут. О последних случаях хищений расскажет Вера Голубева. Пока на улице стоят летние дни, жители города не упускают возможности прокатиться на велосипеде. Именно в этот период чаще всего совершаются кражи двухколесного транспорта. С начала 2015 года в дежурной части полиции было многочисленное обращение граждан по фактам пропажи велосипедов. На сегодняшний день возбуждено 16 уголовных дел по таким событиям. Например, в понедельник мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил, что на чужом велосипеде ему добраться до дома проще, чем на своих двоих. Недолго думая, он сбросил цепочку, на которую был привязан велосипед девочки, живущей в подъезде. Вот только его поездка длилась недолго. Отец случайно узнал велосипед своего ребенка и задержал любителя покататься. Но мужчина и после приезда полиции настаивал, что детский велосипед принадлежит ему. Однако документы, предоставленные владельцам, разрешили спор. Но не все кражи находятся. Даже если злоумышленник задержан, велосипед далеко не всегда удается вернуть, сообщает УВД города. Поэтому будьте внимательны и не оставляйте велосипеды в подъездах и на улице. Вот еще один случай кражи. Я сама на самом деле велосипед у себя дома храню. Но один раз я его оставила в подъезде и у меня его сворвали. Появился новый велосипед, но теперь он только живет дома. Многие горожане уже понимают, что велосипеды лучше хранить дома или в гараже. Может быть это не всегда удобно, зато на следующий день транспорт точно останется на прежнем месте. Вы оставляете на улице в подъездах? Как бы жалко. Рисково. Да. Даже с противоугонками. Потому что... Их срезают иногда. Их либо срезают, либо ты приходишь, у тебя просто одна рама стоит и все. Либо на балкон, либо в специальное место в комнате всегда есть. Да. Приезжаем сразу сюда. У телевизора. У меня в комнате специально за дверь ставлю. Горожане признаются, порой очень сложно найти парковку для двухколесного транспорта на улице. И это не единственная проблема, с которой сталкиваются велосипедисты на Уральском. Неудобно, потому что высокие бортики и нет заезда для велосипедов. Неудобно очень, что у нас постоянно асфальт весь. Корявый. Корявый, да. Ямки, горки какие-то. А еще особенно люди, они встречающиеся, они толерантны к велосипедистам. Потому что мы не можем и на дорогу выехать. Там машина, там страшно. А по тротуару они ругаются. Конечно, неудобно. Асфальт плохой. Сами понимаете, потом болит. Я бы хотел иметь свою дорогу, чтобы мне не мешали ни машины, ни пешеходы. Неудобно, когда люди спускаются по... Ну, специальная дорожка для велосипедов, когда переезжаешь дорогу. Люди там стоят, приходится скакать по бортикам. То есть ломать свои колеса, свой велосипед. Самая главная проблема – это велопарковки. В нашем городе они появились совсем недавно. Даже вот если походить, посмотреть этих мест, которые сейчас на данный момент они находятся, по пальцам пересчитать. В школе, слава богу, установили, но тогда, когда я ее закончила. Велосипедистам лучше, да, то есть комфортнее, когда катаешься, ездить по дороге. Но нет отдельной дорожки для велосипедистов, поэтому, ну вот честно, мне страшно ездить рядом с машинами. Поэтому приходится ездить по асфальту. А по асфальту там ходят люди, и вообще сама дорога, она неудобная. Люди, бывавшие в Европе, удивляются велокультуре ее жителей. Ты можешь взять велосипед на прокат почти в любой точке города. И доехав до пункта назначения, оставить его на ближайшей парковке. Кроме того, все улицы города оборудованы велодорожками, на которые не заходят пешеходы. Стоит отметить, что в крупных городах России тоже появляются подобные традиции. Но дело не в автоматических парковках и не в новых приспособлениях. Дело во внутренней культуре людей, которая присуща пока не всем жителям нашей страны. Чтобы в Новоуральске расширялась велокультура, необходимо, чтобы люди уважали право на частную собственность и не допускали даже мысли о том, что они могут присвоить чужую вещь. Вера Голубева, Антон Пылаев, Новоуральская вещательная компания. День коренных народов мира. Такой праздник есть в календаре знаменательных дат. В России насчитывается несколько десятков коренных народов. Несмотря на то, что их быт уже почти не отличается от привычного нам. Они по сей день сохраняют свой традиционный уклад. Их обычаи передаются из поколения в поколение. Согласно Всероссийской переписи, в Свердловской области проживает, к примеру, около 145 тысяч татар. Тему продолжит Яна Зверева. В основе любой культуры лежит слово. В татарских деревнях прошлого века все уроки велись на родном наречии, на кипчахском диалекте. Это было одной из важнейших традиций. К сожалению, современная молодежь не знает языка. А это грозит утратой самосознания, а значит, исчезновением народности. Те традиции, которые были, конечно, и сохранились тоже не в полном объеме. Допустим, из шерсти, что делали, да, какие вещи. Плотки, значит, гончарное дело. Все это было. Значит, пчел держали все. И из пчелопродуктов тоже делали интересные вещи, да, национальные блюда. Это все было. Но возврат к этому идет. Но разрушаются эти быстро. Характерная черта татарского народа – в первую очередь человечность, терпимость друг к другу. А название нашей городской общественной организации «Дуслык» переводится как «Дружба». В общество приглашают всех, независимо от национальности. Есть в нем, помимо представителей татарского и башкирского народов, и русские, и украинцы. Недавно у меня спросили, а вот у вас деревня на деревню ходила, знаете, да, кулачные бои. Причем они же не просто так, типа игры, да, на самом деле такие были, да, допустим, в средней полосе. У нас такого не было. Хотя вот, допустим, вот наше село было татарское, здесь рядом с нами русское село, буквально от шести километров, да. Только дружба. В нашем городе прижился татаро-башкирский праздник – Сабантуй, знаменующий окончание пассивных работ. В честь национального татарского поэта Мусы Джалиля в библиотеке ежегодно проводят джалиевские чтения. Возможно ли, что ключ к сохранению культур в их объединении? Яна Зверева, Антон Пылаев, Новоуральская вещательная компания. В завершении выпуска о погоде на четверг, 13 августа. Облачно с прояснениями, ночью плюс 11-13 градусов, днем 18 выше ноля. Ветер северо-западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 52%. Далее эфир Новоуральской вещательной компании продолжит программу «Объективно о спорте», в которой мои коллеги познакомят вас с последними спортивными событиями. В частности, из выпуска узнаете о дне физкультурника и отчествовании спортивной элиты Новоуральска. А сразу после в эфир выйдет программа «Раздумья о ЖКХ». Антон Сапогов расскажет о реалиях сегодняшнего дня на предприятии «Водоканал», которое является одним из ключевых в обеспечении жизнедеятельности муниципалитета. Приятного просмотра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова